Тренды-бренды! Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делали! Жажда скорости или просто НФС – одна из самых значительных вех в истории компьютерных игр и в частности автосимуляторов. Need for Speed – легенда, где практически каждый фрагмент – творение своего времени. Первая часть игры вышла в далёком 1994 году. На тот момент свет ещё не видывал ничего подобного. Electronic Arts клепали автосимулятор при непосредственном участии специалистов из известного автомобильного журнала Road & Track. Симбиоз получился весьма удачным. Игра была почти идеальной. Стартовый ролик, представляющий собой полноэкранное видео, хороший парк лицензированных автомобилей, возможность побега от полицейских и отличное звуковое сопровождение. Геймеры ревели от восторга, а Electronic Arts посчитывали прибыли от продаж. Спустя три года на волне успеха компания запустила вторую часть игры. Но она не оправдала ожиданий ни разработчиков, ни поклонников. Хотя вторая NFS не была лишена плюсов. Именно на этом этапе появились функции тюнинга автомобиля, были добавлены погодные эффекты – снег и дождь. Но, тем не менее, неудачные моменты перевесили. Из игры исчезли полицейские, все трассы стали кольцевыми. К тому же разработчики отошли от симулятора в пользу аркадных гонок. Провал продаж стал хорошим уроком для Electronic Arts, и через некоторое время они выпустили NFS Special Edition. Все поклонники вернулись назад, и уже через год вышла NFS Hot Passuit. Игра за считанные месяцы стала бестселлером. Разработчики избавились от всех минусов. Теперь можно было сесть за руль полицейского автомобиля и отправиться в погоню за нарушителями. У игры появились несколько интересных режимов. Например, турнир, где игрокам предлагалось пройти 8 трасс по 4 круга. После каждого этапа игрок и его противники получали определенное количество очков, в зависимости от места. В 2003 году Electronic Arts выпустила легендарную NFS Underground. Ее выход совпал с волной популярности фильма «Форсаж». Здесь правила были предельно просты. Ты выигрываешь гонку, ты получаешь клевые запчасти, ты проигрываешь, и ты остаешься ни с чем. В Underground возможности для прокачки и тюнинга авто стали еще шире. Эти два момента легко перекрыли все те минусы, о которых говорили критики после релиза игры. Во втором Underground самым главным плюсом стало увеличение длины трассы с 24 миль до 124. Также отличительным признаком обеих игр являлась исключительно ночная езда. На свет божий любители скорости вернулись только в 2005 году вместе с выходом NFS Most Wanted. Кстати, последний релиз Electronic Arts тоже называется «Особо опасен». Премьера в России запланирована на ноябрь этого года. Так что до встречи в мире уличных гонок. История для вас рассказывала Дарья Топузлиева. До новых брендов. Тренды-бренды. Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делают.